Всем привет! Сегодня я хочу показать вам макияж, который будет очень актуальный для весны. Это освежающий, красивый персиковый макияж в персиковых тонах. У меня сегодня и глаза в этом тоне, и на щеках этот тон, и на губах. И мало того, что этот макияж очень освежающий, так еще и сейчас персиковые тона очень в моде. Too Faced недавно выпустили палетку, которая называется Sweet Peach. И эта палетка была лимитной, но из-за того, что она сделала огромный ажиотаж по всему миру, основатель Too Faced даже пообещала в Instagram, что он вернет эту палетку, и каждый желающий, кто хочет ее купить, обязательно сможет это сделать. И именно под вот этим вот всем я вдохновилась для того, чтобы создать вот этот макияж, который вы видите сейчас на мне. Но перед тем, как мы перейдем непосредственно к макияжу, хочу вам еще рассказать про один замечательный канал, который называется Школа Красоты. Он уникален тем, что у него нет одного постоянного ведущего, как, например, у меня на канале. На этом канале собраны ролики многих блогеров, и там можно найти сразу и макияжи, и тренировки, и видео с прическами, и видео по маникюру, даже там татуаж хной есть. В общем-то, очень много всего собрано в одном месте. Я вам предлагаю зайти посмотреть, если понравится, то обязательно подпишитесь, и давайте теперь приступать непосредственно к макияжу. Первое, что я буду делать, это, как обычно, наносить базу на все подвижное и неподвижное веко. И использовать я буду MAC Pro Longwear Paint Pot в оттенке Soft Ochre. И теперь переходим к построению формы в макияже. Я изначально буду строить внешний уголок глаза, а потом уже переходить к внутреннему. И сегодня мы будем использовать теплые оттенки. Я буду поочередно использовать вот эти два оттенка. Первый Honey Butter, он немножко светлее, и Chocolate Cookie потемнее. Это два теплых оттенка, которые очень красиво будут сочетаться вместе. Первым беру тот, что посветлее, наношу его во внешний уголок глаза и поднимаюсь выше сюда на нависание. И этот оттенок у нас такой переходный, поэтому его я буду растушевывать практически до конца брови, чтобы он постепенно сходил на нет. На ту же растушевочную кисть я нанесла более темный оттенок. И буду точно так же его наносить, единственное, уже так высоко подниматься я при этом не буду. С тушевкой на верхнем веке я закончила, и теперь переходим к оттенку, который я буду использовать на подвижном веке. Сюда у меня пойдет оттенок от Makeup Geek, который называется In the Spot Light. Так же, как и тени Colourpop, этот оттенок лучше всего наносится пальцем, потому что он очень такой кремовый. И на кисть он плохо наносится, по крайней мере на натуральной кисти. С ним либо нужно использовать синтетические кисти, либо наносить его пальцем. Мне нравится именно вот такой эффект, потому что сразу в один слой получается та интенсивность, которая мне подходит. И после нанесения нам остается немножко пройтись все тоже растушевочной кистью, для того, чтобы сгладить края. И теперь переходим к нижнему веку. Здесь у нас будет немножко нестандартное нанесение. Сейчас я вам расскажу, о чем я. Я беру все тот же оттенок Spot Light на маленькую детальную кисть и буду наносить его вот так вот очень тоненькой полосочкой на все нижнее веко. Эта техника подходит для любых глаз. Единственное, если у вас очень выпуклые глаза, то я бы не советовала пользоваться этой техникой. А для всех остальных это отличный способ сделать глаза очень яркими, отдохнувшими. И будет казаться, что они даже немножко больше, чем есть на самом деле. Вот так вот мы прошли с этим оттенком. И теперь переходим к матовому темному, который мы использовали здесь. И этот оттенок мы наносим ниже от наш светлый, светоотражающий оттенок. Сначала у нас получается достаточно яркая такая линия, но мы это все растушуем. И к внутреннему уголку оно должно сходить на нет. И вот после того, как нанесли, сразу начинаете немножко подтушивать. Наносите тоже вот сюда, в этот уголок глаза. И все это начинает растушевываться. Для того, чтобы скрыть вот эту четкую линию, там нужно все хорошо растушевать. В этой технике очень важно работать качественными тенями, чтобы они легко тушевались. Растушевываем книзу оттенок. И не забывайте соединять верхнее и нижнее веко. Таким образом, когда вы соединяете, то есть видно, что у меня одна линия вот так вот переходит в другую и соединяется вот в этой точке, таким образом будет казаться, что глаз целостный, а не как будто у вас верхнее и нижнее веко, живут отдельно. В конце можно взять снова растушевочную кисть, подправить какие-то края, если вам где-то не нравится, как вы растушевали. Но по сути это все. То есть вот такая вот техника очень классно работает для того, чтобы глаза выглядели отдохнувшими. Очень важно при этом использовать какие-то освежающие, такие металлические оттенки, которые будут не с блестками, а именно вот с таким вот очень сильным светоотражающим эффектом. И когда мы накрасим ресницы, то вот эта вот линия станет менее очевидной, она немножко скроется, но тем не менее эффект от этого останется. Сейчас я накрашу ресницы и вернусь к вам, чтобы показать финальный результат. Ресницы я накрасила и макияж глаз на этом полностью закончен. Продолжайте смотреть, я расскажу вам, что использовать на остановнице для того, чтобы это очень красиво все сочеталось. На лице у меня сегодня тональная основа от Bourjois Healthy Mix, и это оттенок у меня 52 ваниль. Также я использовала консилер, консилер у меня тоже от Bourjois, этот конкретно Radiance Reveal, и оттенок у него 02 беж. На чеках у меня сегодня сочетание нескольких продуктов. В первую очередь я использовала бронзер от NYC в оттенке Sunny. Дальше я использовала свои любимые румяна в последнее время, и кстати, многие из вас прокомментировали, что вот эти персиковые оттенки действительно очень классно смотрятся, и вот именно конкретно сочетание вот этих персиковых оттенков между собой не дерутся, и выглядит очень классно. И я сейчас говорю про румяна в оттенке Luminosa от Milani. Также по нескольким зонам на лице я прошлась хайлайтером от Sleek, это палетка Solstice, и я использовала вот этот вот персиковый оттенок хайлайтера, буквально совсем слегка прошлась по лицу. И что касается губ, то здесь у меня два продукта, это карандаш и помада. Карандаш я использовала от Faberlic, это номер 46-49, и помаду я использовала персиковую, естественно. Это оттенок Just Peachy, помада от Wet n Wild, матовая серия. Ну вот и все, я очень надеюсь, что этот макияж вам понравился. Если так и было, не забудьте поставить мне палец вверх, не забудьте тоже заценить канал Школа Красоты, и мы с вами увидимся в следующем видео. Пока! И по традиции давайте оценим, что было сделано. Сейчас вот вы видите, я убираю все, что было сделано, и мне кажется, что лицо становится намного более грустным, то есть вот так вот все черты лица как-то как будто поднимаются вверх, а вот так вот сразу опускаются. Они выглядели очень классно, так они еще очень-очень вкусные. Если вы любите конфеты типа Баунти, то этот рецепт 100% для вас.